Приветствую вас! Конечно, надо сказать, что все истории ваших отношений мы не знаем, поэтому не совсем ясен здесь контекст, контекст, в котором вы свои отношения, скажем так, реализуете, да, вот. Здесь, конечно, непонятно, что вас, к примеру, с парнем связывает, что между вами общего, ну и так далее. Вот, здесь, на мой взгляд, нужна такая история, нужно несколько больше подробностей о вас, нужно исследовать то, что с вами происходит, то, что у вас, ну, то, что вы делаете, да, то, что сейчас, на данный момент вы реализуете, и тогда уже будет понятно. Что мне бросается в глаза, это то, что вы не уверены в себя. То есть, обхаз мужчины от секса страны, сам по себе еще ничего не значит. То есть, в том смысле, да, что, ну, отказал и отказал. То есть, что здесь такого, мало ли что у него может быть, да, может быть, у него на работу проблемы, может быть, у него сложности какие, может быть, что-то еще. Вот, то есть, тут вариантов, на самом деле, довольно много для, так сказать, ну, для отказа. Вопрос заключается не в этом, а в том, как вы сами это интерпретировали, как вы сами это восприняли, как вы, что вы подумали. Вот, это, пожалуй, куда более важная история, нежели чем все остальное. Почему? Потому что, потому что, если вы в себе не уверены, то вы реализуете свой страх. И тогда получается, что ваш мужчина, ваш молодой человек, вами воспринимается в том числе и как средство, да? Значит, как средство для реализации своих каких-то желаний и потребностей. По поводу смысла отношений и по поводу того, что вам, собственно говоря, именно сейчас делать, да? То есть, вот, ну, грубо говоря, что вам именно сейчас конкретно предпринять. Я думаю, что определите для себя то, в каком контексте вы воспринимаете своего мужчину. Вот. То есть, видите ли вы его как? В качестве, в качестве кого вы его видите, да? То есть, вы можете видеть его либо в качестве того, кто нужен вам, либо в качестве того, кто нужен ему. То есть, в качестве того, кому нужны вы. И для любви, если это именно любовь, и при условии, что у вас есть факторы, которые вас объединяют, к примеру. Вот. То, что вы воспринимаете его как того, кому нужны вы, гораздо более позитивно и гораздо более адекватно, чем, к примеру, то, если вы воспринимаете его как кого-то, кто нужен вам. Вот. Ну и в том, что вы можете воспринимать его как того, кому нужны вы, тоже есть свои какие-то, ну, нюансы, свои какие-то проблемы. В том смысле, что здесь можно распоряться, можно действовать как-то для себя, да? Можно как-то вот предавать себя, жертвовать собой. Вот. Поэтому определите, еще раз повторю, определите свое отношение молодого человека именно для вас. То есть, кто это для вас человек, что он значит, что он на себя представляет и чего вы хотите по отношению к нему. Вот. Все свои желания, которые есть у вас, все ваши собственные желания и подробности, вам необходимо отделить. Вам необходимо отделить от того, чего вы хотите для, собственно, молодого человека, для мужчины. И вот это уже вам необходимо, значит, то, что вы хотите для себя реализовать самостоятельно, то, что вы хотите для него реализовать через него в удобной для него форме. Ну вот. В по сути, это такая вот... ...пратегия, такая практика. Ам... Насчет... Ну... ...вашего поведения, поведения. Максимально адекватного здесь, максимально безболезненного. Для вас, по крайней мере. Вот. А если вы боитесь, к примеру, что он вас разлюбил, или если вы боитесь, к примеру, что человек вам изменяет, то нужно уже здесь смотреть. А соответственно, почему вы боитесь, что он вам изменяет, а соответственно, почему вы боитесь, что он вас разлюбил, а что для вас значит, что он вас разлюбил, а что для вас значит, что он вам изменяет. Вот. То есть вариантов, вариантов здесь тоже достаточно много, вот. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что нужно отнестись к данному вопросу, к данной ситуации очень серьезно. Ну и обязательно, конечно, пояснить, почему вы не воспринимаете, к примеру, на веру, то, что он говорит, что встает на ламбут. Ну и последним аспектом, который я хотел бы забронить, это... Последний аспект, который я хотел бы забронить, это то, что вы, вот именно вы сами пишете, да? Что он проявляет в последнее время меньше ласка? С чего это началось? Какие были здесь моменты, эпизоды, что происходило между вами, к примеру? Вот. Происходило ли вообще что-то между вами, к примеру? Вот. То есть... Я рекомендую вам подумать на эту тему. Я рекомендую вам поисследовать это. И, соответственно, если действительно что-то произошло, ну, если действительно что-то происходило, что-то произошло, то, мне кажется, это нужно обязательно подкорректировать. Это нужно обязательно исследовать, и тогда уже можно будет вам дать какие-то рекомендации. Вот. Ну, к примеру, над чем поработать, на что обратить внимание, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Очень похоже, что у вас невротическая любовь, потому что молодой человек, если он охладил клаван, если он отказал секс, значит, вы им неинтересны. Вот. Если вы неинтересны ему, вот, но он при этом вам в открытом этого не говорит, вот, значит, возможно, он либо вас жалеет, либо боится какой-то вашей реакции. Стоит боится, к примеру, ну, того, что вы, там, когда реагируете неадекватно на это. Вот это означает в любом случае, что всерьез он вас, ну, воспринимает по стольку-паскурку. Вот. Для вас это ничего хорошего в любом случае не несет. Ничего хорошего для вас это в любом случае не несет. Поэтому я рекомендую обратить на это самое пристальное внимание, вот, обратить внимание на, значит, соответственно, то, как вы себя ведете с человеком, вот, и, соответственно, подкорректировать. Если необходимо, да, подкорректировать свое поведение. Вот. Потому что, возможно, вы, как бы, ну, самостоятельно, да, какими-то своими поведенческими аспектами, да, вы его оттелкиваете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если у вас остались, значит, если вам понравился ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.